Каждый месяц лидер «Справедливой России» выслушивает и помогает тем, от кого отвернулась власть. Сергей Миронов провел очередной прием граждан в формате онлайн. Жители Новороссийска жалуются на водоснабжение, а точнее на его отсутствие. В 21 веке вода подается по графику. Несколько часов в день. Безобразие полное. Мои улицы посмотрели. Я сейчас в вашем присутствии подписываю два депутатских запроса. Первый депутатский запрос в адрес министра строительства и жительского хозяйства Якушу Владимировича. Я вот сейчас подписываю. Второе, конечно, к Андрятью вашему губернатору. Ольга Агапова рассказала о проблеме, которая коснулась жильцов Орехова-Зуева. Управляющая компания необоснованно увеличила плату за электроэнергию почти в два раза. Никому не сказали, не объявили, собраний не было. То есть мы собственники, мы никаких прав не имеем. То есть одни обязанности. Платите и все. Вот вам платежный документ и платите по этому платежному документу. С этим управляющим компанией, конечно, нужно вводить порядок, делают, что хотят. И нарушают законы. Я думаю, что, во-первых, правда на вашей стороне и жителей вашего дома. Поэтому я думаю, что здесь все у нас получится. Жители села Анискино могут остаться без жилья. На месте ста земельных участков запланировано возведение транспортной развязки. Неразрешено регистрация домов, строительство, разрешение на строительство. Всем даются отказы. Нас жители никто не слышит. То есть мы просим внести изменения. Там есть поля, есть какие-то еще другие варианты, чтобы не трогать земельные участки. Подобная ситуация у СНТ Ельне. Садоводы могут лишиться домов из-за проложенного рядом газопровода. В обеих проблемах парламентарий обещал разобраться. Граждане также обращались с просьбами запретить расширение полигона ТКО и восстановить проселочную дорогу. По всем вопросам Сергей Миронов направил депутатские запросы. Напомним, обратиться к политику за помощью можно через интернет-приемную на сайте mironov.ru. Продолжение следует... Продолжение следует...